Этот дом построен за 700 тысяч долларов, а продан за миллион четыреста. Десять соток, 250 квадратных метров, с полной отделкой. Вот земля плюс дом за все про все обошелся 700 тысяч долларов, а продан в два раза дороже. Ну почему не я сделал этот гешефт? Обидно, слушай. Вот этот дом построен за 150 тысяч долларов, а продан за 450. Три конца. Какой гешефт? Ну почему не я сделал этот бизнес? Обидно, слушай. Чтобы заработать, нужно найти хорошую землю, а вот с этим проблемы. И вот этот ролик о том, как я ищу землю и сколько будет стоить земля в Подмосковье в 2022 году. Сколько будет стоить земля в следующем году? Ох, это страшный вопрос в Подмосковье. Вот за минувший год земля подорожала вдвое. Вот я хорошо знаю окрестности вот на западе Подмосковья, вот 30 километров от Москвы по Новорижскому шоссе. И вот если до коронавируса можно было в этих краях найти шесть соток за там миллион полтора, то уже этим летом хорошо, если за два с половиной три найдешь. И то никак. Ну а те, кто хотят десять соток или пятнадцать, эти богатые счастливые люди, им этим летом ценник подскочил где-то с четырехсот тысяч рублей за сотку до восьмисот. Вот есть здесь знаменитый поселок Новорижский, в котором огромное количество домов строится. И там вот этот четыреста превратились в восемьсот. Вот этот участок земли, пять гектаров, это проект, который я рекламировал два с половиной года назад. Я называл его сам себе поселок. Звал всех желающих, что давайте, ребята, соберемся в колхоз, найдем и купим землю и сразу на ней построимся все вместе одинаковые дома, быстро и будем жить счастливо. Колхоз образовался, а землю мы найти не смогли. Я снимал много роликов тоже зимой, как мы ездим, ищем, разбираемся и все время находим какие-то подводные камни. То линия электропередач, какая-то запретная зона, то проблемы с документами, то одно, другое. Мы тогда, как сейчас помню, искали землю от ста тысяч рублей за сотку, ну потолок был двести пятьдесят. Ничего не нашли. Вот эта земля пять гектаров около деревни Санниково всем понравилась, но эти пять гектаров не были размежеваны на участке. И хозяин этой земли предлагал нам, ну ребят, покупайте долю. Одну там тридцатую, одну сороковую вот в этом огромном куске земли, а потом размежуете, и каждый встанет на учет. Большинство людей не рискнули. Пять человек рискнули. И вот один из них, Денис, уже построился и живет полтора года. Остальные, видите, строятся ни шатка, ни валка. Ну правда, кровлю кладут прямо сейчас. На морозе минус семнадцать. Значит, хозяин этой земли мне рассказал, что он собирается с ней делать дальше. Он уже сделал здесь дороги, он собирается обнести ее богатым забором, сделать вон там на въезде какой-никакой въездной, так сказать, корпус, охрану и выставить эту землю этим летом по цене пять миллионов за участок двенадцать соток. Я ему говорю, ты с ума что ли сошел? Он говорит, ха, а земли-то нету, нету в окрестностях. Поэтому я, говорит, знаю бизнес, не учи меня. Я землей занимаюсь двадцать лет. Ну ладно, я журналист, ну строитель. Вот эти чудесные домики строит Николай Постников, которого вы видели во многих моих роликах, друзья. Вот мы с Колей стоим на морозе минус семнадцать, пока вы там в теплых домиках прохлаждаетесь. А мы для вас тут хреначим. Но Коля в этом году строит сразу шесть домов. Вот я вам сниму там через лес. Один из них в стиле Райт. Фрэнк Лоид Райт. Знаменитый американский архитектор. Сейчас я туда доеду. Просто, ну я вот строю-строю, нифига не зарабатываю. Ну Коля зарабатывает, да Коля? Ну немного скоро. Ха, немного. Ну хоть кто-то зарабатывает из строителей. Потому что это пипец в этом году. Попадос сплошной. Ладно, Коля, все, ты поехал. А я пошел снимать. А, я пошел кровлю твою снимать. Давай, все, пока. Значит, вы думаете, ребят, что я рекламирую Колю как строителя? Нет. Ему хватает работы. Этот дом Дениса, который, как я вам сказал, построен полтора года назад, тем же самым Николаем Постником. И вот Денис здесь уже живет. У него тут все камерами обвешено, чтобы он мог всегда посмотреть со всех сторон. Вот это вот классика, которая всем очень понятна. И большинство людей любят классику. Хотя, честно сказать, в этом году я вот со своими каркасными домами, вот с этой современной архитектурой думал, что отъел значительную долю любителей классики. Мода-мода все-таки берет свое. Думал, треть, если не половина людей, теперь хочет современные дома. Окей. Сейчас я через лес вон туда переберусь и посмотрю дом Коли вот в стиле Фрэнк Ллойд Райт. Самый знаменитый дом Фрэнка Ллойд Райта, дом над водопадом. Вот я картиночку покажу. Надеюсь, меня тут завтрашкие права не прищучат. Просто посмотрим, просто поляну мы оглядим, ребят, да, чтобы вы прикидывали, что почем вообще, что где строится. А вот дом, который строит Николай в стиле американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Ну, если честно, у Райта было бы чуть более сдержанно, а здесь вот многовато фактур. Видите, и кирпичики, и деревяшечка. Ну, лучше что-то одно, а другое нужно выкрасить целиком. Ну, это я придираюсь этой мелочи жизни. В целом, прекрасный дом. И Николай Постников, строитель, говорит, что здесь вот, это деревня Кочаброво, в 45 километрах от Москвы, по Новорижскому шоссе, на запад. Он говорит, здесь просто куча народу ходит и спрашивает, сколько дом-то будет стоить, почем продаете? А он говорит, не скажу, сам не знает, говорит, потому что не пойму, сколько мне это обойдется. Этот дом вот они строили все лето, внутри там сейчас идет отделочка. Вы чувствуете? Сложный бизнес. Но дело, конечно, не в готовых домах. У нас же ролик про продажу земли. И вот смотрите, напротив этого дома, вот здесь вот, вот эти участки продаются по 25 соток. Они такие вот вытянутые, а там река течет. Каждый участочек от 6 до 7,5 миллионов рублей. Окей, обалдеть можно. Причем, самый дешевый вон там. На мой-то взгляд, наоборот, там нужен самый дорогой. Тишина в кустах, но вроде бы там пониже, может быть, какая-то логика есть. А самый дорогой вон там, хотя вот эта вышка сотовой связи, ну, мне бы не хотелось на нее любоваться. Хотя, конечно, я не из тех, кто думает, что нас облучают. Вот вопрос, что можно строить на 6 миллионах? Ну, как вы знаете, золотое правило риэлторов, что если земля стоит рубль, то себестоимость дома должна быть 2 рубля. Поэтому, если земля 6 миллионов, значит, здесь нужно строить что-то себестоимостью 12. Ну, возникает вопрос, что? Вот такой дом можно построить за 12? Ну, с отделкой точно нет. Только коробку, ну, сколько бетон, он тоже подорожал. Там у него утепленная шведская плита. Да еще и Николай, по-моему, делает там теплонасос. И вот у меня был даже ролик в прошлом году. Мы снимали, что бывает с таким домом в мороз минус 20, если его на сутки вырубить от электричества. Вообще! Вот классный ролик, прям офигительный, да? Это реклама Николаю, строителю, хотя она ему нафиг не нужна. Коля не строит на заказ вообще. То есть он уже девелопер, сам купил землю, сам строит домик, потом продает готовый. И даже говорить на стадии строительства не хочу заморачиваться продавать, потому что как только придет конечный покупатель, начнет парить мозги, а мне, пожалуйста, плитку в ванной положи другую, а здесь делай перепланировку, вынесут весь мозг. Поэтому он говорит, я построю готовый. Хочешь, бери, не хочешь, не бери. Такова жизнь. Вот эти участки земли у реки по 25 соток за 6 миллионов. Значит, я знаком с хозяином этой земли. Вам его телефон не дам. Может быть, сам здесь буду строить что-нибудь на следующий год. Хотя вряд ли, мне бы еще Новый Иерусалим достроить. И вот я хозяин этой земли говорю, ты с ума сошел? 25 соток за 6 миллионов? А он отвечает, а что ты хотел? Земли нет. Вот в этой деревне Кочаброво сейчас продается всего один участок. 17 соток, 4 миллиона. Вот зимой. И все. Посмотри, говорит, всю округу здесь в объявлениях. Не найдешь. Тут еще где-то за 4 миллиона еще один участок. Вон там, в деревне. И все. А тут, смотрите, река, красота, говорит он мне. Все уйдет, нормально. Бери, говорит Глеб, и строй свои каркасные домики. Ох, нет, ребята, я что-то подустал. Но это ролик, еще раз говорю о том, а почем будет земля. Так, а я, кажется, нашел интересную землю. 10 соток, 2 миллиона 100 тысяч рублей. И она расположена как-то интересно у леса. Это деревня Крючково. 40 километров по Ново-Рижскому шоссе. Потом поворачиваешь направо и едешь еще километра 3 до деревни. Тишина, красота. Ну, правда, я знаю, что вот там находится вертолетная площадка. И, наверное, вертолеты немножко тарахтят. Но вот, смотрите, домики здесь есть уже классные. Особенно у леса с видом туда прям все отлично. Значит, тут какой-то недостроенный дом. Вы уж меня извините, что я на вашу территорию вторгнусь. И немножечко вот по вашему парапету до этого леса дойду. Потому что иначе тут невозможно пройти никак, чтобы любоваться лесом. Ох, елки. Так, значит, какой здесь перепад высот-то ужасный. Если я отсюда грохнусь, костей, наверное, не соберу. Настоящий девелопер должен облазить всю землю. Значит, вон там эта земля расположена. Два участка по 10 соток. Так, я уже почти у цели. Шею бы не свернуть. Конечно, вот этот недострой выглядит грустно. Когда человек будет строиться? Одному богу известно. Поэтому, если вот здесь взять эти два участка по 10 соток, первое, что приходит в голову, это построить здесь три дома. Потому что, ну, надо экономно. Времена тяжелые. И будут тяжелые. Как бы земля не дорожала, а денег у людей больше не становится. Судя по всему, вот раз и два участка. И вон там, видимо, какой-то подъезд. Слушайте, прикольно. Но проблема в том, что с юга стоит вот этот вот невероятный замок, который все загораживает. Да, солнышко загораживает. Но лес. И, по-моему, тихо. Тишина. О, а вот же вертолет поднялся. Действительно жужжит. Слушайте. Действительно жужжит. Действительно вертолет прям над головой. Так, ну, судя по карте, вот проезд к этим участкам. И туда никто не ездит, и поэтому никто не чистит. Ой, елка, шоль, выросла? То есть, настолько это все не ликвид, что даже елка и опять вот домик с каким-то недостроем. Но собаки, значит, все-таки кто-то там живет. Ох, ребята, как-то все это неуютно, недостроено, недоделано. Елки-палки. Опять вертолет тарахтит. Только я хотел сказать, что все-таки неплохое место здесь у леса. И вот очередной вертолет. Вон он, он, садится на аэродром. Я думал, они хотя бы зимой не летают. Вообще, местные жители мне рассказывали, что столько народу на этих вертолетах перебилось. Что, в общем, можно было бы и завязать с развлечением. Но нет. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вы мои самые верные зрители. И я могу вам раскрыть страшную тайну. Где же это можно построить дом за 700 тысяч долларов, а продать за миллион четыреста? В поселке Красновидово-2, в 28 километрах от Москвы, по Новорижскому шоссе. Таких домов здесь построено пять штук. И на всех на них человек заработал от 500 до 700 тысяч долларов. Это случилось в 2010 году. Такие были времена. А сейчас два конца на частной застройке заработать невозможно. А вот на этом домике заработали три конца. Тоже в поселке Красновидово-2. Это газобетон, обшитый очень скромным деревом. Видите, заборчик недорогой. Совсем было все скромно. И три конца. Это случилось в 2005 году. Такие были времена. Они больше никогда не вернутся. А сейчас мы все ищем землю, чтобы заработать. Ну, хотя бы пять миллионов вложил, семь заработал. Два миллиона прибыли. Это с учетом риска того, что курс доллара, или война на Украине, или бог знает что, или падение американского фондового рынка. Вот не меньше должна быть маржа, чтобы человеку было интересно строить загородный дом. И основная проблема, как видите, найти землю. Нету земли, она дорога, будет, наверное, еще дороже. И эта ситуация изменится только в светлой России будущего. Когда? Когда огромное количество незастроенных полей, вот здесь везде в округе, будут из статуса сельхозназначения переведены нормально, чтобы люди строили себе и жили. Вот тогда на рынок вдруг выльется огромное количество земли. Ее цена, ну, не то чтобы упадет, но в этот момент, я думаю, в стране будет экономический бум, и, собственно, и спрос будет большой. Дожить бы до этого счастливого времени. Как обычно в конце ролика, я прошу вас вот кликнуть вот сюда вот на картиночку и перейти на мой новый YouTube-канал, который я завел для того, чтобы, ну, выйти из-под политического удара. Сами понимаете, мой главный канал под угрозой, под страшной. И ролик, даже если вы его смотрели, посмотрите еще раз, после него так забегали чиновники. Это на востоке Москвы, Выхина, начальнику правый прибежал лично извиняться перед жителями после этого ролика. Плюс прокуратура, какие-то проверки. Ох, понеслась! Приятно, когда журналистика работает.